Борные подкормки Многие почвы богаты бором, но есть регионы, где бора в почве явно не хватает. Дерново-подзолистые, лесные почвы, степные почвы как раз относятся к тому типу, где бора мало. Также очень мало бора в песчаных и вообще легких почвах, оттуда он очень быстро вымывается. В этой связи подкормки борными удобрениями являются и необходимыми, и достаточно популярными. Для того, чтобы ясно мыслить о борных подкормках, надо вспомнить вот что. Что все очень хорошо в меру. В качестве источника бора садоводы чаще всего используют борную кислоту. К счастью, ее все еще можно купить в аптеках. Хотя еще с 1987 года в СССР борная кислота была исключена из перечня лекарственных средств, которые могут применяться в педиатрии и у кормящих и беременных женщин. Это связано с тем, что бор, конечно, и нужный микроэлемент, но в то же время очень-очень токсичный. Понадобилось больше 30 лет для того, чтобы понять, что детская смертность, возрастание детской смертности могло происходить именно из-за того, что кормящие матери и матери молодых младенцев обрабатывали этих младенцев растворами борной кислоты. Несмотря на это, если борной кислотой и бором, соединениями борой пользоваться правильно, мы можем растениям принести большую пользу. Считается, что бор необходим во время цветения. Это не совсем так. Бор необходим растениям на всех стадиях своего развития. Хотя, конечно, самый большой эффект бора проявляется именно во время цветения. Бор стимулирует цветение растений и отвечает за очень важную функцию заплодотворения, за формирование плодов и семян. Именно поэтому недостаток бора очень резко снижает продуктивность растений, у которых плоды являются потребляемой частью. Как я уже сказал, особенно яблоня и особенно томат требуют подкормки бором. Необходимо помнить, что бор, точно так же как и калий, в растении не имеет своего депо. Что это означает? Это означает, что если в старых листьях, например, было накоплено бора достаточное количество, а может даже его избыток, он никаким образом не перетечет в более молодые листья. Поэтому, если вы делали борные подкормки в фазе рассады, например, томатов, и старые листья в полной мере обеспечены бором, это не означает, что борные подкормки в дальнейшем следует игнорировать. Считается, что наиболее эффективными являются борные подкормки внекорневые. Но, как вы теперь можете понять, они достаточно коварны. Что это означает? Это означает, что необходимо их делать регулярно. То есть, по мере нарастания растений, необходимо постоянно, постоянно подкармливать бором. В связи с тем, что бор в высоких концентрациях является токсичным, а при попадании в пищу хронических высоких концентраций бора, он обладает также и канцерогенным действием, то есть способен вызывать рак, с концентрациями бора надо быть очень осторожным. Если вы вносите бор под корень, то риск передозировать бор гораздо ниже. Если же вы делаете внекорневые подкормки, то риск достаточно высок. Если вы колеблетесь, в какой период существования растения, жизни растений лучше всего сделать подкормку, то наиболее критическим периодом действительно является цветение. Регулярно обрабатываете цветущие кисти томата, цветущие деревья плодовые и другие растения. И в этом случае вы можете быть уверенными, что по бору дефицита в связи с цветением и из-за дефицита бора снижением плодообразования у вас не будет. Но, если вы уж взяли заборные подкормки, старайтесь делать их правильно. То есть, если вы обработали нижний ярус листьев, следующую подкормку постарайтесь обработать только верхушки или цветочные кисти. Итак, о концентрации бора. Если мы используем борную кислоту, а мы действительно в основном ее используем, то для приготовления подходящей растениям концентрации нам необходимо использовать 0,05% раствора. Что это означает? Это означает, что 5 грамм борной кислоты необходимо растворить в 10 литрах воды. Вот такая стандартная аптечная упаковка содержит 10 грамм. Соответственно, половина этой упаковки и будет необходимым количеством борной кислоты для нашей подкормки. Ну, это такая основательная чайная ложка борной кислоты. Борная кислота неплохо растворяется в воде. Особенно хорошо она растворяется в теплой воде. В принципе, вот такой вот раствор борной кислоты уже подходит, ну, естественно, разведенный в 10 литрах воды, уже подходит для подкормки наших растений. Но бор относится к одним из элементов, когда в органическом соединении бор усваивается лучше, чем в виде борной кислоты. Многие в магазинах или в интернете могли видеть рекламу хилата бора. На самом деле, истинного хилата бора не существует. Хилатные соединения – это по определению соединение ионов металлов. А бор таким классическим металлом не является. Поэтому хилат бора в классическом понимании хилата не существует. Несмотря на это, мы все равно можем приготовить органическое соединение бора на основе борной кислоты для увеличения эффективности подкормки. Для того, чтобы приготовить такую особо эффективную борную подкормку, нам понадобится обыкновенный 9% столовый уксус, примерно 100 мл глицерина на одну порцию подкормки и 2-3 столовые ложки аммиака. Дело в том, что борная кислота очень хорошо реагирует с глицерином с образованием таких специфических борорганических соединений. Нам всего-навсего надо соединить раствор борной кислоты и глицерина. Можно приливать глицерин в раствор борной кислоты, можно делать наоборот, но я привью именно таким образом, с тем, чтобы мой глицерин не размазался по стенкам этого стакана. Для того, чтобы усилить процесс образования органического соединения, оно образуется достаточно быстро, я прибавляю такую почти столовую ложку 9% раствора уксуса. В результате образуется гораздо более сильное кислое соединение, нежели чем сама борная кислота. Борная кислота очень слабая кислота, поэтому слово кислота в ней только название, с химической точки зрения это совсем не кислота. Но при соединении с глицерином она образует кислоту. Для того, чтобы снизить кислотные свойства этого раствора, хотя даже если вы будете его использовать вот в таком виде, ничего страшного не случится. Мы прибавляем 2-3 столовые ложки аммиака к этому раствору. Таким образом, мы получаем аммонийное соединение того борорганического соединения, которое мы получили в результате реакции, борной кислоты и глицерина. После того, как мы все хорошо соединили, смешали, мы этот раствор растворяем в 10 литрах воды и обрабатываем буквально все растения. Но в первую очередь, конечно, это томаты, это яблоня и землянику. Она тоже, кстати, очень отзывчива на борные подкормки. Надеюсь, что этот небольшой рассказ позволит вам правильно применять борные удобрения, ясно мыслить о том, для чего нужен бор и когда его следует применять, и не ошибиться в дозах. Надеюсь на встречи. Нажимайте лайк, если вам понравилось наше видео. Пишите свои комментарии. Задавайте свои вопросы на портале процветок.ком. Там мы будем обсуждать все насущные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь и будем стараться вам во всем помочь. Если вы больше любите читать, нежели чем смотреть интернет, подписывайтесь на журнал «Урожайные сотки». Там очень много наших материалов публикуются. Вы их всегда будете иметь под рукой, вне зависимости от наличия интернета. Нажимайте на колокольчик, чтобы подписаться на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok